Дарья знает счет деньгам. Небережливо просто тратит быстрее, чем зарабатывает. Поэтому фактически живет в кредит. Стоматология, фитнес-клуб и машина куплены за счет банковских займов. Когда ты хочешь идти в ногу с современной жизнью, тебе приходится занимать. В этом абсолютно нет ничего такого. Берешь в долг, отдаешь потом. Такая легкая кредитная политика уместна для одного заемщика. Но когда в зависимости от кредитов сотни тысяч людей, это чревато экономическим фиаско. Так бюджет Саратовской области увяз в долгах. Более 40 бюджетных миллиардов из 70 взяты взаймы. Решение принимали экс-чиновники правительства при Павле и Патове. Основную часть займа составляли дорогие коммерческие кредиты. Так бывший губернатор хотел утолить потребности дефицитного бюджета. И теперь от раздолья прошлого правительства голова болит у нынешнего. Наследство, которое получила команда Радаева в финансово-бюджетной сфере было тяжелейшим. Команда, которая была ранее, взяв этот, может быть, более динамично полученный кредит, она обрекает своих последователей в том, что они вползают в очень серьезную финансово-бюджетную долговую зависимость. Эксперты поясняют, коммерческий кредит получить легче государственного. Для этого пришлось бы неоднократно осаждать федеральные кабинеты. Кредиты с высокими процентами получают быстро и порой с личной выгодой. Кроме экс-губернатора, окончательное решение пойти таким путем приняла областная дума, которую сейчас также обвиняют в расточительности. Но на тот момент депутаты не могли принять другого решения. Иначе все работники социальной сферы остались бы без зарплат. Были периоды, когда не хватало средств на выплату заработной платы, на погашение долгов за коммунальные услуги. Согласись, надо было за газ. Главное, что постоянно надо искать пути решения. А их, к сожалению, не привлечение инвесторов, еще раз говорю, не увеличение налогоблагаемой базы, не оптимизации структур. Вот этого не просматривается. То, что сейчас делает Валерий Васильевич Радаев с командой. Кроме этого, глава региона сумел взять федеральный кредит. В итоге за два года часть коммерческих долгов сократилась в четыре раза. И расходы на их обслуживания уменьшились на 2 миллиарда рублей. Таким образом, удалось обеспечить социальную сферу без ущерба для других статей расходов. С легкой руки губернатора в регионе заработала промышленность. Только за этот год в области открыли четыре новых производства. Таким образом, привлекают в бюджет деньги инвесторов. А новый аэропорт, который строится в Собуровке, и вовсе обещает стать взлетной площадкой для экономики региона. Летящими темпами вывели область из рейтинга аутсайдеров. Три года назад были в тройке отстающих по России. Если еще два-три года назад мы были лидерами в кавычках, то есть со знаком минус, то сегодня мы лидеры как раз в другом процессе. По сокращению этого долга и по его оптимизации. По сбалансированности бюджета мы находимся на одном из лидирующих положений. Всего в России 75 закредитованных, как и Саратовская область регионов. В этом сборнике экономические показатели всех субъектов страны. Проведя их тщательный анализ, чиновники правительства заметили дисбаланс в федеральном финансировании регионов. И без того богатые области получают основной поток столичных денег. Саратовские чиновники сумели переубедить федеральных коллег и доказать, что вне зависимости от налоговых отчислений области следует финансировать равномерно. Мы заострили вопрос до такой степени, что он был предметом обсуждения на госсовете. Наши соображения восприняты очень серьезно. Счетная палата направила президенту и Совет безопасности недавно рассмотрел положение вещей, на которые мы неоднократно обращали внимание. И все наши выводы, в общем-то, признаны актуальными. Своего рода финансовый прорыв усилиями саратовских чиновников, налоговые и бюджетные кодексы страны вскоре должны измениться. Ксения Якубина, Александр Бачков, Антон Романов. ТВ-центр. Саратов.